Добрый день! Здравствуйте! В эфире КФУ Лайф. Я его ведущая Екатерина Торопова. И сегодня мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященных приемной кампании в Казанский Федеральный Университет 2023 года. Сегодня у нас на очереди Институт психологии и образования. Представляю наших гостей. На ваши вопросы ответят ответственный за прием Института психологии и образования Путулянна Рене Сережевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Доцент кафедры начального образования Каюмова Лисанна Рафисовна. Добрый день! Здравствуйте! Заведующий кафедрой педагогической психологии Лушпаева Ирина Игоревна. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, вступительное слово, поговорим про новости Института. Здравствуйте, уважаемые абитуренты, гости нашего эфира. От лица директора Института Айдар Мини Масурыч Калимулина и всего педагогического коллектива позвольте поприветствовать вас и сказать, что наш Институт, Институт психологии и образования, является одним из ведущих вузов в мировом рейтинге. Мы занимаем первое место в области образования в Российской Федерации и попали в лучшую сотню вузов в области образования в целом в мире. Что касается направлений, которые в нашем институте преподаются, это направление психологии, это направление педагогики и направление психолого-педагогического образования и специально-дефектологического образования. В целом, вот вкратце, вот о нашем институте. Дальше мы готовы ответить на все вопросы наших участников. Первый вопрос насчет поступления. Когда начнется прием документов? Прием документов традиционно начинается с 20 июня и продолжается прием заявлений до 15 июля. Дальше идут вступительные испытания и, соответственно, зачисления в институты, так скажем, в университет. Какой проходной балл в этом году? Проходного балла так такового сейчас нет. Он формируется после подачи всех заявлений. И проходной балл формируется из баллов ЕГЭ, которые предоставляет абитурент на то или иное направление. Прошлогодние баллы, я могу сказать, что они были достаточно высокие. Пороговый балл на бюджетное место на психологию составлял порядка 273 баллов. На психолог-педагогическое направление порядка 268 баллов. На педагогические направления, это дошкольное образование, начальное образование, порядка 258 баллов. Проходные баллы достаточно высокие. Конкурс на наше направление тоже высокий. Но, к сожалению, в этом году на направление психология, общая психология, бюджетных мест у нас нет. В связи с тем, что, ну, действительно, ситуация в стране и в мире в целом неоднозначная. И мы понимаем, что доход тоже у всех разный. Мы пороговый балл на контрактную форму обучения снизили, поставили 110 баллов. Но это не говорит о том, что, естественно, у кого 110 баллов все попадут, конкурс тоже будет. И ограниченные места также на контрактную форму обучения сдаются. Александра Афисовна, Ирина Игоревна, расскажите про направление подготовки, которое у вас. Ну, давайте я попробую здесь дать небольшой комментарий. У нас Александра Афисовна, она как представитель кафедры начального образования, может рассказать в целом о направлениях бакалавриата. Это у нас педагогика с двумя профилями. Это начальное образование плюс английский язык, очная форма обучения. И начальное образование, заочная форма обучения. Это бакалавриат. Что касается программ магистратуры, на данной кафедре две программы магистрские. Это психология и педагогика начального образования, очная форма обучения и управление начальным образованием. Вкратце о данных направлениях. Александра Афисовна, пожалуйста, вам слово. Да, конечно. Данные программы созданы по запросам как работодателей, так и абитуриентов. Собственно, изначально наша кафедра целенаправленно была направлена на подготовку учителей в формате сначала специалитета, потом уже остался бакалавриат, по направлению начальное образование. Далее произошло изменение некоторых в запросах. И таким образом появилась программа бакалавриата, двойного бакалавриата, начальное образование и иностранный язык. И в том и в другом случае наши выпускники работают в начальной школе, в организациях детских, дополнительного образования. Также есть ситуации, когда ребята уходят на смежную специальность, в том числе и кабинеты ПДН, либо же, скажем так, допустим, организации дополнительного образования и в лагерях, вожатые, воспитатели. И вот как раз-таки дополнительная подготовка дает еще возможность освоить профессию учителя английского языка. Таким образом появляется дополнительная возможность для заработка и трудоустройства. Очень радостно то, что появляются также частные образовательные организации, в которых также присутствуют, работают наши выпускники. Программы магистратуры уже направлены на более высокий уровень освоения научных основ по данным направлениям. И здесь надо, наверное, следует отличать. Вот у нас есть программа педагогики и психологии начального образования и управления начальным образованием. Педагогика и психология начального образования, она у нас в очном формате и двугодичная. Управление начальным образованием в заочном формате и реализуется в течение двух с половиной года. Если мы переходим к педагогике и психологии начального образования, изначально эта программа разрабатывалась с учетом того, что многие представители других профессий, скажем так, выпускники, закончившие другие направления, в том числе и в области образования, захотели, заинтересовались именно начальным образованием. И в рамках именно этой программы педагогики и психологии начального образования мы даем знания, которые позволяют даже человеку, не имеющему специальной подготовки в области начального образования, заново основить и методики, и технологии начального образования приступить к работе в качестве учителя начальных классов. Но в то же время мы говорим, что это уровень магистратуры, и, следовательно, это также и возможности менеджерской работы в области начального образования. Управление начального образования – это уже конкретно работа заучей. Сейчас создаются школьные методические объединения, и их руководители как раз-таки заканчивают нашу эту программу. Здесь мы больше обращаем внимание на вопросы мониторинга, оценки качества начального образования, подготовки качественных кадров. И многие наших выпускники сейчас являются также и замдиректорами, и директорами школ Татарстана. Наверное, на этом все? Да, спасибо, Лиза Андреевна. И позвольте представить заведующего кафедры педагогической психологии Лушпаева Ирина Игоревна. На данной кафедре реализуется программа бакалавриата – это детская практическая психология. Она как в очной, так и в заочной форме у нас преподается. И две магистрские программы. Это психология инновационного образования и развития детской одаренности и практическая психология в образовании. Ну, более подробно о данных направлениях расскажет Ирина Игоревна. Спасибо большое. Наша кафедра осуществляет очень интересное, я бы сказала, уникальное обучение по психологическому направлению. Мы готовим психологов только для системы образования. И квалификация у нас звучит либо психолог в сфере образования, либо педагог-психолог в образовании. По статистике Министерства просвещения Российской Федерации на сегодняшний момент у нас в образовательных организациях по всей Российской Федерации насчитывается 60 тысяч педагогов-психологов. Это говорит о том, что это очень востребованная профессия, это очень востребованная деятельность в образовательных организациях. И поэтому мы исходили как раз из того большого социального запроса, который сегодня существует на психологическую помощь именно в системе образования. И в этом году мы делаем программу бакалавриата по детской практической психологии, набирая бакалавров очного направления обучения, очной формы обучения. И также продолжаем принимать по направлению детская практическая психология, по заочной форме обучения. Данные специализации позволяют нам подготовить специалистов, которые будут иметь весь профиль необходимых компетенций для того, чтобы помогать сегодня решать все психологические трудности и задачи, связанные с учебной деятельностью, с воспитанием детей, с их социализацией в образовательных организациях дошкольного и основного общего образования, то есть в школах. Наши специалисты также по окончании программ бакалавриата будут иметь возможность работать в различных центрах детских, психологических, которые как раз будут заниматься вопросами сопровождения и развития детей детского и подросткового возраста. Более сложной подготовкой у нас предусмотрена по магистрским программам. Программы тоже рассчитаны именно на специализацию психологического сопровождения в системе образования. Одна из них, как практическая психология в образовании, дает более усовершенствованный уровень компетенции, которые уже позволяют не только осуществлять прямо все направления психологического сопровождения, но и уже позволят выпускникам самим быть организаторами центров или руководить уже имеющимися психологическими центрами, имея все необходимые организационные и методические компетенции для ведения данного направления работы. Интереснейшее направление – это психологическое сопровождение одаренных детей. Это редко встречающееся магистрское направление, но тем не менее у нас в республике Татастрана очень востребовано. У нас имеется малый университет КФУ, у нас есть прекрасная школа для одаренных СЛЭД, у нас есть школы КВАНТ, у нас есть много разных иных школ, специализирующих именно на подготовке детей с определенными направлениями одаренности. И вот как раз вот эти специалисты, которые выходят у нас из магистратуры по работе с одаренными детьми, и будут очень востребованы системой образования для этой деятельности. Нужно сказать, что у нас очень высоко квалифицированный профессорско-преподавательский состав. У нас специалисты готовятся не только по проблемам практического сопровождения, но и еще по проблемам научно-исследовательского, которая позволяет изучить проблему, существующую в системе образования, и потом применить уже все навыки сопровождения, исходя из той реальной задачи, которая перед ними стоит. Обучение в магистратуре два года, практическая психология в образовании, заочная форма обучения, по работе с инновационной программой инновационного сопровождения одаренных детей, очная форма обучения. Спасибо большое. Давайте теперь поговорим о научной деятельности. Как реализуется, как проходит научная деятельность в вашем институте? Начнем? Наверное. Да, с удовольствием, пожалуйста. Могу описать данную систему работы на примере нашей кафедры. У нас кафедра начального образования, и хочется сказать, сама специфика говорит о том, что мы не должны заниматься только наукой для науки, но также и научные изыскания должны находить свою конкретную практическую реализацию. Таким образом, хочется упомянуть то, что наши преподаватели, наши ученые, наши кафедры являются ведущими научными исполнителями и авторами научных работ во многих областях именно начального образования, сопровождения начального образования. Это и работа с конкретными платформами. Например, мои коллеги были экспертами таких российских, известных, даже международных уже платформ, как УЧРУ, Яндекс.Учебник. И именно наши преподаватели давали оценку трудоспособности, жизнедеятельности данных платформ. И благодаря им данные платформы получили довольно-таки широкое распространение. Следующая область – это миграционная педагогика, вот как раз-таки Нарин Чережина. Она является аспирантом нашего заведующей кафедры Венеры Лимханы. И также группа ученых, и Резда Рафаэльна Харудзенова, и Чулпан Райсеногрома, они занимаются проблемой миграционной педагогики. Это довольно-таки уникальный центр, который есть на территории Татарстана. Далее – это отдельное исследование, мое направление – это рискоориентированная педагогика. Дальше – это проблемы цифровизации, как раз-таки в рамках данных исследований проходили и анализ УЧРУ, например. И, естественно, каждый ученик, вне зависимости от уровня образования, начиная от бакалавриата и заканчивая магистратурой, выполняет определенные научные исследования в рамках исследовательских тем своих руководителей. Хочется отметить довольно-таки успешную практику совместных публикаций с учениками, вплоть до журналов «Скопус», то есть и «Вэппо-сайенс». Естественно, это ВАКовские статьи, это международные конференции. И сейчас как раз-таки многие наши студенты являются участниками конференции имени Ломбачевского, победителями, призерами. И все это дает, на самом деле, довольно-таки серьезный жизненный опыт. Радостно то, что студенты свои темы выбирают осознанно и ведут свои исследования, начиная от уровня бакалавриата, потом поступая к магистратуре, более на высоком теоретическом уровне. И это им приносит, с одной стороны, определенное научное, скажем так, удовлетворение, осознанный поиск, выбор профессии, а также они становятся призерами различных конкурсов и участвуют в конкурсах на стипендию, в том числе и президента РФ, и президента РТ, и мэрии, допустим. У нас есть ежегодные получатели данных стипендий. Приходите, скажем так, учиться к нам на кафедру. Научная жизнь бурлит. Существует научное сообщество, в том числе, допустим, научное сообщество института. Оно руководится нашей магистранткой Авдеевой Дарьей, которая сейчас является магистранткой первого курса. А также у нас есть отдельные, скажем так, авторские проекты. Например, проект «Холст» — это уже студентка Балковариата, Жарковская Инна. Также группа студентов Жарковской Инны, они являются соисполнителями, соавторами российского проекта по исследованию детства и отношения детей к мультипликационным фильмам. Этот проект реализуется у нас совместно с университетом имени Герцена, Санкт-Петербург. Довольно-таки успешные проекты. И очень радостно видеть как раз, когда студенты осознанно сами подходят к выбору темы и реализуют свои проекты. Спасибо большое. Я дополню то, что было сказано моими коллегами, потому что у нас общеинститутская такая, знаете, практика, когда у нас и преподавательский состав, и студенты, они по своим направлениям включены активно в исследование образовательной среды и пространства, и делают это с большой увлеченностью и интересом. Скажу лишь только о том, что, опять же, специфика нашей кафедры такова, что у нас психологические проблемы, вопросы и задачи связаны с системой образования. И поэтому научной темой нашей кафедры является тема, связанная с психологическими исследованиями и практиками в образовании. То есть, когда мы уже непосредственно решаем вопрос не только исследования, всех задач, которые стоят, и после нахождения решений в этих исследованиях, искать практического применения этих решений, чтобы улучшать эту образовательную практику. У нас есть три больших направления, связанных с исследованием в области профессиональной деятельности педагога или психолога. Это психологическое исследование социализации личностного и интеллектуального развития детства. И у нас есть очень интересное направление, которое мы выбрали не так давно. Это психологические феномены родительства. Потому что это тоже очень интересное явление, которое сегодня присутствует в нашей системе образования. Каждая из наших коллег кафедры имеет в этих трех направлениях свой интерес исследовательский и ведет работу со своими магистрантами или бакалаврами, именно исходя из вот того, ну, пристрастия, так скажем, научного, которые проявляются. Потому что без интереса невозможно осуществлять активно эту деятельность. Мы также являемся участниками публикации международного индексирования нашего российского, ВАКовского, очень признанного в научных сообществах, издательствах. Плюс еще, конечно, это работа и заявки на различные научные гранты с тем, чтобы иметь поддержку для того, чтобы проекты могли продолжаться. Пока все. Ну и про практику. Следующий вопрос. Где проходят практику студенты лечебной педагогики и психологического консультирования? Вот такой у нас вопрос. У меня нет лечебной педагогики, у нас... У нас нет лечебной педагогики. И у Розы Алексеевны тоже нет лечебной педагогики. У нас есть клиническая психология. Лечебной педагогики у нас нет. Есть клиническая психология. Что касается практики клинической психологии, здесь, наверное, Ирина Игоревна... Ну, отчасти я смогу, пожалуй, поддержать ответ, да. Связанная, да, немножечко практики у психологов и у вас, вашего направления. Поэтому, Ирина Игоревна, вам слово. Да, спасибо большое, Ирина Игоревна. У нас практики обычно проходят, естественно, в образовательных организациях, либо в центрах психологических, в которых ведется определенное направление деятельности. И это очень интересная история взаимодействия непосредственно с теми, кто уже и профессионалы, которые там работают. Они с большим удовольствием, и мы им благодарны за то, что они принимают наших студентов, потому что студенты, начиная с первого курса, уже погружаются у нас в практическую деятельность. Посещая образовательные организации всех уровней, начиная от дошкольного и заканчивая средними профессиональными учреждениями, и даже психологической клиникой КФУ, потому что у нас студенты и там проходят практику. С тем, чтобы начинать уже четко осознавать, в чем будет состоять вот эта профессия-то наша, из каких умений, и как эти умения будут выглядеть на практике. У нас есть виды ознакомительных практик, у нас есть виды производственно-технологических практик, у нас есть виды научно-исследовательских практик, преддипломных практик. То есть, проходя каждый курс и каждый этап своего обучения, каждая практика, она позволяет закреплять все то, что освоено, допустим, на определенном этапе обучения студента, уже непосредственно в той деятельности, которую они будут осуществлять. И правда, эта деятельность дает очень многое, потому что всегда в конце каждой практики все кафедры в отчетах дают такой раздел эссе о том, что ты понял, то есть рефлексия того, что ты понял, чем твоя практика эта отличалась от предыдущей, чего ты научился и чего ты не научился, где ты встретил трудность. То есть, вот этот вот самоанализ, саморефлексия, она позволяет студентам активными быть участниками этой практики, а не только пассивно сидеть, смотреть там, ну и делать то, что тебе разрешат в образовательной организации делать. На самом деле, уже к процессу окончания обучения они могут сказать о том, что пройдя вот все вот эти виды практик, именно в том содержании, в каком мы это организовываем в институте, наши выпускники могут сказать о том, что они понимают, чем они будут заниматься, когда пойдут на рабочее место. Спасибо. Давайте вернемся к магистрским программам. Расскажите еще раз, какие вообще есть магистрские программы в целом и что дает магистратура в профессиональном плане студентам? В целом о магистрских программах, какие у нас реализуются, расскажу я, а что они дают уже, так скажем, выпускникам магистрских направлений, магистратуры, расскажут мои коллеги. В нашем институте реализуется 19 магистрских программ. Из них по направлению психологии реализуются 4 магистрские программы, 2 из них очные, 2 из них очно-заочные, то есть вечерняя форма обучения. Очные программы магистрские, такие как психология состояния человека. На данной магистрской программе имеется 16 бюджетных мест. Программа очная. Психология, психотерапия личности и психокоррекция тоже программа очная. И также имеются бюджетные места, 17 бюджетных мест на данном направлении, на данной программе. Психология семьи и семейное консультирование – это очно-заочная форма магистрской программы. Она имеет 15 бюджетных мест. Консультативная психология тоже очно-заочная, имеет также 15 бюджетных мест. Очная форма магистрских программ у нас реализуется в течение двух лет. Очно-заочная форма и заочная форма 2,5 года. Педагогическое образование у нас имеет 9 магистрских программ. Я сейчас, позвольте, их зачитаю. Это педагогика и психология высшего образования, очная форма обучения, 14 бюджетных мест. Управление воспитательными системами, тоже очная форма образования, также 14 бюджетных мест. Педагогика и психология начального образования, 14 бюджетных мест, очная форма образования. Педагогика и психология дошкольного образования, очная форма, бюджетных мест, 14. Профилактика и коррекция социальных отклонений, превентология, очная форма образования, 13 бюджетных мест. Управление начальным образованием, заочная форма образования, 17 бюджетных мест. Управление дошкольным образованием, заочная форма образования, 16 бюджетных мест. Дополнительное образование предпринимательства, заочная форма образования, 15 бюджетных мест. Доказательно управление образованием и лидерством заочная форма образования 12 бюджетных мест. Что касается психолого-педагогического образования, на данном направлении реализуются 4 магистрские программы. Это психология инновационного образования, развитие детской одаренности, очная форма 12 бюджетных мест. Психологическая безопасность в образовании, очная форма 13 бюджетных мест. Практическая психология в образовании заочная форма 15 бюджетных мест, психология и социальная педагогика заочная форма 15 бюджетных мест, а также две магистрские программы по направлению специальное дефектологическое образование. Они две программы очные, имеют по 13 бюджетных мест. Это нейропсихологическое сопровождение в образовании и адаптивное управление коррекционным процессом в образовании. Вот данные магистрские программы реализуются в Институте психологии и образования. Практически все магистрские программы имеют бюджетные места. Что касается вступительных испытаний, сразу уже скажу, что к нам на магистрские программы абитуриент поступает по собеседованию непосредственно магистрской программы. Ознакомиться с магистрской программой можно на сайте Казанского федерального университета в разделе «Абитуриенту и школьнику» во вкладке «Магистратура». Там все программы представлены. Процесс подготовки к собеседованию там описан. Рекомендуется, конечно, в каждой магистрской программе подготовить и предоставить портфолио, написать эссе, по какой причине абитуриент желает поступить на данную программу. И, соответственно, имеется перечень литературы, по которой тоже абитуриент может подготовиться к той или иной выбранной им магистрской программе. Спасибо. Ну, более подробно, да. По кафедрам, да. Ну, да. О том, дальше, как... Ну, вообще, магистратура, это пока еще сейчас идет как вторая ступень высшего образования в баллонской системе, по которой мы пока еще обучаемся. То есть у нас бакалавриат – это первая ступень образования. Магистратура – это вторая ступень образования. Я хочу сказать еще, вот, Ирина Игоревна, если я не права, меня поправят, по-моему, уже есть закон, который говорит о том, что психологам работать без магистратуры как бы не везде можно, да, или как вот поправки какие-то вносятся в законодательство относительно непосредственно психологов, то есть психологических направлений. Да, но у нас бакалавриат дает только шестой разряд квалификации, а психолог может работать только с седьмого разряда квалификации. Это дает магистрский диплом. Магистрская программа. Вот поэтому и желательно, чтобы после бакалавриата студенты шли именно вот на вторую ступень образования. А потом после бакалавриата студенты, они не имеют права поступать в аспирантуру, а после магистратуры они могут продолжать свою научную деятельность, свои научные исследования и поступить в аспирантуру. У нас на базе нашего института есть одно направление, это клиническая психология, которая специалитет, которая дает возможность после окончания специалитета, там пять с половиной лет обучения, поступать без магистратуры уже в аспирантуру. Вот. Ну, у нас только вот на одно направление подготовки специалитета, это клиническая психология. Ну, в принципе, здесь надо, наверное, вспомнить то, что бакалавриат изначально был направлен именно на практическую подготовку будущих специалистов. И именно магистратура дает возможность занятия академической областью, своей выбранной профессиональной области. И более расширение, углубление знаний, например, если мы возьмем нашу программу педагогика-психологии начального образования, здесь мы уже более глубже рассматриваем различные существующие практики, технологии в области каждого из направлений. Начальное образование – это полипредметная область, где один предметник, один учитель должен владеть и предметами математики, русского языка, литературного чтения, начальный курс естествознания и обществознания. До некоторого времени сюда входили и области ИЗО – искусство, а также и физкультуры. И в каждой области, в каждом предметном цикле есть свои технологии и специфики преподавания. Как раз-таки магистратура позволяет углубиться в эти технологические, скажем так, вопросы, ознакомиться более широкой практикой изучения данных вопросов и в плане российском, и в зарубежном. Сейчас, допустим, у нас активные контакты с странами СНГ, то есть совмещенные программы, где мы можем рассматривать уже буквально на определенном мировом пространстве реализацию определенных методических задач. Ну и опять-таки мы помним про идеи мобильности. Наши выпускники как раз-таки с учетом вот этих вот различных подходов, анализов различных подходов могут также трудоустроиться, скажем так, на территории определенных стран. Если же мы берем программу управления начальным образованием, здесь мы уже уходим в сторону менеджмента. Программа бакалавриата согласна как раз-таки и по аспорту, и по категориям. Она не предполагает управленческих компетенций. Если же наш выпускник желает дальнейшем продолжить, скажем так, свою профессиональную реализацию в области менеджера, в области образования, то в этом случае мы рекомендуем как раз-таки программу управления начальным образованием, где конкретно ему дают инструменты по организации работы, функционирования начальной школы. Причем мы должны понимать, начальная школа сейчас часто не воспринимается как какая-то составная часть основной образовательной организации, но также существует в формате самостоятельной структуры. Есть отдельные образовательные учреждения, которые специализируются только на начальном образовании, на дошкольном образовании, где, то есть это начальная школа, детский сад, либо только начальная школа. Таких практик у нас много. Например, Баласити как раз-таки в таком формате начинали, и там работают наши выпускники. Здесь особые, скажем так, взаимоотношения как между преподавателями, так и другими, скажем так, другим персоналом этой организации. И эти инструменты дают как раз-таки программу управления начальным образованием. То есть в каждой программе, на каждом уровне свои цели, которые мы реализуем. Ну и стоит добавить, что любая магистрская программа, во-первых, дает больше шансов в знаниях, умениях, которые они приобретают, допустим, претендовать различные научные стипендии, как наши отечественные, так и международные, фондов Потанина, там, Оксфордские стипендии, например. Это повышает шансы у них выиграть эти стипендии, повышает шансы выигрывать в грантах научных, в которых они участвуют. И, понимаете, ведь очень много сегодня делается программ для молодых исследователей, для молодых ученых. И вот именно выпускники магистрских программ как раз и составят эту категорию этих молодых ученых, которые будут эту деятельность осуществлять. Плюс еще дается очень уникальная возможность в рамках расширения возможностей научно-исследовательской деятельности. То есть это будет уже возможность не просто провести исследование и написать отчет, а это уже будут научные статьи, которые будут вестись как направление их научной деятельности, что позволяет, конечно, решать задачу интеграции этих магистрантов в наше научное сообщество, которое должно становиться молодым, пополняться молодыми кадрами, которые будут дальше продолжать то научное начало, которое уже есть. Спасибо. У нас есть вопрос от зрителей. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть список организаций для целевого образования на специальность клинической психологии? На сайте Казанского федерального университета вы разделите целевое образование. Спасибо. Ну и следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о том, как живут ваши студенты, немного о их студенческой жизни. Наверное, еще раз не рассказывайте. Я являюсь куратором академической группы, скажем так, мне, ну, видимо, очень сильно везет. Первая кураторская группа была мной принята в 2016 году, а потом сразу же мне добавили еще и вторую кураторскую группу параллельную. Таким образом, я первый раз стала куратором двух академических групп. Сейчас уже у меня идет второй курс, вторые кураторские, опять-таки, две группы. Как живут наши студенты? Весело, задорно, с интересом. Собственно, на каждой кафедре, кроме научных, скажем так, конкретно научных исследований и научных кружков, есть еще, скажем так, общественно ориентированные, выполняющие социальную функцию. Например, мы занимаемся, то есть под моим руководством существует на нашей кафедре форум-театр МДЖ, Мир, Дружба, Жвачка. И как раз-таки у меня второй набор, с которым мы сейчас готовим открытый кураторский час, будет как раз завтра в рамках конкурса. Более того, студенты очень активные, я сама не ожидала и не успела даже проследить за тем, как моя одна из кураторских групп подалась на конкурсы на лучшую академическую группу. Так что у меня еще и понедельник, ответственный день, когда мои детки, мои любимые девочки выступают. В принципе, хочется сказать, вот именно какое-то такое состояние позитивного настроя, жизнестойкости, увлечений, которые есть среди наших студентов. Наверное, это обоснованная и наша специфика. Все-таки мы педагоги, психологи, даже если у нас на кафедре мы ориентируемся только на учителей, вроде бы как только на педагогов, но у нас очень сильная база психолого-педагогической подготовки. Почему? Потому что программы института, они совмещены между собой, и определенные дисциплины, они закреплены за преподавателями различных кафедр. Таким образом, студенты нашей кафедры имеют доступ и к преподавателям как раз-таки педагогической психологии, и клинической психологии, и общей психологии, и коррекционной педагогики. И таким образом у нас появляется некоторая такая синергия дружественной атмосферы как между преподавателями, так и студентами. Например, в форум-театре в моем как раз-таки активно участвует РУССТЭМ, соседние кафедры, как раз-таки кафедра педагогики. И ребята очень дружны между собой, участвуют в различных конкурсах. У нас реализуются и творческие коллективы, как раз-таки некоторые мои ребята участвуют и в творческих коллективах. И пионы, это иммерсивный театр. Танцевальный театр основан нашей выпускницей Красновой Анастасии, это Ювилданс. Далее это как раз творческий танцевальный коллектив, новенький. Боже мой, подзабыла немного название. То есть творческая жизнь кипит, активно социальная. Также, например, с форум-театра мы являемся активными участниками педагогических школ для действующих педагогов Республики Татарстан. А также мы являемся основным конкурсным моментом конкурсов профессионального мастерства тоже Республики Татарстан, активно сотрудничествуем и с Домом работников образования. Ребята, с одной стороны, таким образом получают возможность дополнительной своей самореализации, так как не обязательно они могут остаться в нашей профессии, могут уйти и в другую область. Таким образом они расширяют круг своей компетенции, с одной стороны. С другой стороны, благодаря как раз-таки таким социальным, научным, творческим мероприятиям они находят и места своего трудоустройства. И это на самом деле очень радостно. Мы рады сотрудничать. И всегда будем рады также открытием, каким-то новым идеям своих будущих абитуриентов. Ну и давайте в завершении нашей встречи. Последний вопрос. Где же работают ваши выпускники? Наши выпускники работают во всех детских садах Республики Татарстан, в образовательных школах. Наши выпускники уже приходят и к нам, как преподаватели, уже работать. После получив практический опыт, они работают у нас на кафедрах. Они работают в психологических центрах. Они занимаются частной психологической практикой. И весьма качественно, потому что мы, я не скажу, что мы отслеживаем, но мы в курсе их успехов и их достижений. Потому что, в принципе, мы отвечаем за то, кого мы подготовили и кто будет работать с детьми, и их родителями, и с коллегами, нашими педагогами. У нас они работают в среднепрофессиональных технических учреждениях, организациях, психологами. То есть везде, где есть востребованность в квалификации педагог-психолог с тем уровнем подготовки, который делает университет и наш институт. Они конкурентны. Я вам скажу, я являюсь главным внештатным экспертным психологом в системе образования Республики Татарстан. Я очень хорошо знаю кадровое состояние педагогов-психологов. И, конечно, выпускники Федерального университета магистрских и программ бакалавриата, они с большим, ну, так скажем, приоритетом принимаются на работу. Спасибо большое. Хотите добавить? Да. То есть все, на самом деле, ступени образования, так как квалификация учителя начального класса надает возможность подготовки детей к школе, а также подготовка детей после начальной школы к поступлению в пятый класс. То есть все эти вот как раз-таки ступени образования, они пронизаны буквально нашими вовсниками. Хочется сказать не только Татарстан. На самом деле у нас довольно-таки много студентов из и близлежащих регионов. Это и Кировская область, и, скажем так, все по Волжье, а также и дальние регионы. Например, у меня были студенты из Якутии, и с Ямао, и многих других, скажем так, областей. Также есть студенты-иностранцы. Это очень радостно. Ребята работают также и в частной практике, что интересно. Они имеют возможность переподготовки, прохождение, допустим, программ магистратуры после бакалавриата нашего. Также имеют возможность открытия и реализации своих собственных образовательных программ. Это и онлайн-школы, и репетиторство, что сейчас довольно-таки востребовано. Тем более в условиях актуальности и домашнего обучения, и инклюзивной образовательной среды. Но опять-таки есть еще область, скажем так, смежная, связанная с органами по работе детей, имеющие особенности, скажем так, поведенческие. Спасибо большое. Наверное, мы на этом завершаем нашу встречу. Напоминаю, что с нами были представители Института психологии и образования. До новых встреч, еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин